Фестиваль вина в Азербайджане собрал тысячи гостей из России и других стран Содружества. Гостям представили новинки и вина, знаменитые со времен Советского Союза. Нигер Золина убедилась, что отечественная продукция не уступает импортной. Второй раз виноградники Шамахи раскрывают свои двери для туристов. Они могут попробовать любые сорта вин и послушать лекции о том, как правильно их выбирать и пить. Среди самых заинтересованных слушателей – сомелье из России. Вина, которые представлены здесь, они настолько прекрасные, особенно местные автотонные сорта, баян-шира и маль-раса, нам очень нравится. Это удивительная возможность познакомиться с реальными производителями, которые представлены не просто продавцами, а именно тем людьми, кто готовит и производит это ваше замечательное вино. Поэтому еще раз большое спасибо за ваш фестиваль. Фестиваль открылся парадом, в котором приняли участие больше 20 представителей азербайджанских ликеров, водочных и винных заводов. Все они привезли свою продукцию. Среди них есть старинные винные дома и молодые, которые только выходят на рынок. В угар Микаила всю жизнь занимается вином и знает все его секреты. Мы первые, кто стал производить водку из козьего молока. Также мы производим коньяк, ликер. А вино стали производить три года назад по старинным технологиям, которые передавались из поколения в поколение. Значимое место на фестивале у павильона гранатового вина. Гранат – национальный символ Азербайджана. Плоды привезли из Гюйчайского района. Азнару является лидером в стране. Для производства напитка богов винный дом используют только местные фрукты. Они выращены без капли химии. Но вот сливовое и гранатовое есть только в Азербайджане. Только у нас в республике выращиваются все виды граната. Экспортируем его уже в семь стран, большую часть в Россию. И планируем увеличить поставки. В первую очередь от стиля. Стиль, который, потому что в каждой стране есть свои потребности, которые люди предпочитают, такие продукты или такие. Здесь, в Азербайджане, вина более насыщенная, особенно красная, интенсивная во вкусе. Это из-за того, что больше солнца, больше тепла летом. Также здесь очень хорошо развиваются фрукты. Поэтому очень высокий сегмент набирает фруктовый вино. На фестивале были представлены не только популярные сорта вин, например, медресе или шардоне. Производители порадовали гостей праздника сюрпризами. Привезли вино, изготовленное по рецептам, которые считаются утерянными или были давно забыты. Мы вернули единственный, кто производит в Азербайджане популярнейший в советское время портвейн Ахдам. Мы сейчас его экспортируем и в Россию, и в Казахстан, и в Белоруссию. Многие пробуют Ахдам. Почему? Потому что порядка 20 лет его не было на нашем рынке. Поэтому они удивлены, что мы его производим. И многие пробуют Ахдам и впечатлены. Большой ассортимент вина представил Гянджинский винный завод. Он один из старейших в Азербайджане. С 2016 года он выпускает премиум вина. Для них весь виноград собирается вручную. А само вино хранится в бочках классического французского и кавказского дуба. Мы первый завод, который открылся уже в независимом Азербайджане. И одно из знаменитых наших вин – это «Семь красавиц». Мы экспортируем во многие страны, в основном в страны СНГ. Может показаться смешным, но мы экспортируем и в Грузию. Пока мужчины выбирают красное вино, женщины отдают предпочтение розе. Также им предлагают принять участие в экскурсии. Наша винодельня находится в Исмейлы. Там у нас можно приехать, посмотреть, провести экскурсию. Попробовать наши вины. В основном наши вины все изготавливаются из местного сорта винограда, ахтахтонного. Это медраса сапирави. В принципе, будем очень рады вас увидеть. В этом районе первый раз, и я в шоке, как все подготовили. Даже подарки дали, кепочки, бокалы для дегустации. Все очень подготовка, супер, мне очень понравилось. Раскрывает хорошее вино вкусная еда. Без нее нельзя представить ни один фестиваль. Здесь и кутабы, и хлеб, из печеных в Тендире, и традиционный кябаб. И национальный суп из баранины, в который готовят глины, закрытые посуды, на углях. Ежегодный фестиваль винограда и вина помогает компаниям наладить новые деловые связи, найти заказчиков для экспорта. А туристы могут приобрести качественное вино по ценам завода-изготовителя.